Привет! В эфире новая программа Первого Краевого «Открытый урок». Нет, нет, не думай, что это будет очередная лекция на тему того, почему учиться хорошо. Мы докажем учиться интересно и докажем экспериментально. Итак, первый эксперимент. Так, подожди, а как же я? Да, да, прости. Познакомься, это мой соведущий. По секрету скажу, это именно то самое яблоко, которое когда-то упало на голову всемирно известному британскому ученому Исааку Ньютону. Итак, тебе слово. Спасибо, я буду помогать Полине объяснять непонятные моменты, опытов или задачек, потому что я страшно умный. Итак, ты говорила про эксперимент. Совершенно верно. И первый вопрос науки, это почему, если обычная вода зимой всегда замерзает, то наш могучий полноводный Енисей нет. Я думаю, это интересно всем. И чтобы развеять этот интерес, мы пригласили в гости научного сотрудника научного шоу «Открывашка». Видимо, мы будем открывать какие-то новые знания, новые опыты делать. Итак, что мы сейчас будем делать? Сейчас я вам покажу довольно-таки интересный эксперимент, который мы будем проводить с горячей и с холодной водой, который мы опустим и будем смотреть, что же у нас получится. А далее уже дадим определение тому, что произошло, но, конечно же, перед этим мы наглядно убедимся. Для этого мы сначала добавляем синюю краску. Я могу помочь? Я, пожалуйста, добавлю краску. Давайте, помогайте, почему бы и нет. Нам нужна всего лишь одна капля, не более. Как ваши успехи? У меня отлично все получилось, надеюсь. Добавляйте воду. Так, до верху, да? Да, да, да. Все? Да. Закрываем пальцем большим. Итак, здесь у нас горячая вода с красным красителем и здесь холодная вода с синим красителем. Опускаем. Я просто убираю пальцы и... Наблюдаем. Затем, куда у нас идет теплая вода и как опускается у нас холодная. Сейчас объясним подробнее. При строительстве Красноярской ГЭС было образовано водохранилище, и теперь вода в Енисей попадает именно через плотину. Забор воды осуществляется из нижнего слоя водохранилища. Там она имеет постоянную температуру плюс 4 градуса по шкале Цельсия. Ну а замерзает вода, как известно, при нуле градусов. Вот и вся задачка. В целом физике это все можно объяснить одним словом. Диффузия – это проникновение одного вещества в другое. Так что все наглядно. Пожалуйста. Да, что ни говори, люди от науки все-таки очень особенные. Это же надо столько всего знать и уметь. Впрочем, я знаю точно, интерес к науке можно воспитать. И я знаю место, где это делают с успехом уже много-много лет. Лицей номер 9, название «Лидер» находится в Красноярске. Это краткая справка. О подробности смотрите в сюжете. Так, ну что, поприветствуем друг друга, 10 класс. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, присаживайтесь. Сегодня, значит, у нас лабораторный с вами практикум. Как вы уже могли догадаться, видите, перед вами установки расположены. Приборы на месте, педагог готов, ребята, тем более. На партах не одна добрая дюжина лабораторных работ. Изучил материал, зафиксировал в тетради, все понял, можешь пересаживаться за другой стул со следующей экспериментальной задачкой. К слову, экспериментальный в этом общеобразовательном учреждении ключевое понятие. Начать хотя бы с того, что это так называемый губернаторский класс с инженерно-техническим уклоном. Константин Стиганцов, учитель физики. Идеал в науке, первый учитель физики Людмила Калуженко. И Галилео Галилей, за то, что не боялись делать то, чего не делал никто. Что? Личные заслуги. Второе место на научно-педагогической конференции 2015. По теме «Мотивация к обучению. Мечта. Стать учителем года». Вы не будущие инженеры. Ну и, соответственно, у них курс лекции сначала идет, к примеру, по механике. Прямо практически вузовская система в конце каждой четверти. У них аттестации идет по полугодию, но зачет у них устный, с задачами, тянут билеты. Ну а сейчас, то есть, по истечению такого блока большого механика, у нас сейчас был блок, он закончилась. Теория, они целую неделю должны посвятить практике, то есть практическим умениям. Процесс посвящения проходит на ура. Ребятам разрешено обсуждать возникшие вопросы, помогать друг другу и, конечно, спорить. В этих спорах рождается истина. А почему ты считала 13, а у тебя 14? Ну, я 14 считала. А почему у меня 13? Потому что это первое значение времени, которое мы тогда считали. Боже мой. Бурные эмоции, шумные разговоры, и при этом учитель не делает никаких замечаний. Константин Игоревич объясняет, только так, разрешая детям самим докопаться в зерна истины, и можно зажечь сердца наукой. Учителя на уроке должно быть по минимуму большую часть деятельности должны ученики сами делать. То есть они должны сами добывать знания, сами, если верится бы, ставить цель и сами к ней стремиться. Учитель, то есть как тюдер больше, как проводник, наставник. При этом именно наставник должен максимально замотивировать подопечных на учебу. Сделать так, чтобы обязательные 10 общеобразовательных лет прошли под эгидой интереса к учебе и жажды новых знаний. Один из примеров такого учительского креатива – физические загадки. Причем физические загадки не на словах, а какой-то показать опыт. Обычно, допустим, фокус с кольцом, допустим, или вот, например, могу показать семиклассников. Допустим, обычно оказалась бы птичка, да, видите, как центра тяжести не расположена. Вот такие загадки небольшими устройствами загадываешь, говоришь и так далее. Вот они с помощью этого как-то интерес к физике просыпаются. Физика вокруг нас не осознает. Это «вокруг нас», то есть максимальная практическая польза изучаемого материала, еще одно отличие нового стандарта образования, который будет запущен во всей стране только, внимание, в 2020 году. Здесь же, в 9-м лицее, в пилотном режиме госстандарт действует уже год. Такое немалое доверие учебному заведению сложилось благодаря репутации Красноярского лицея как успешной экспериментальной площадки. Еще одна инициатива лицея «Лидер» позволила избавить учеников от боязни оценок. Вот уже несколько лет в качестве эксперимента контроль знаний здесь ведется по рейтинговой системе. Выполнил задание – получил балл. Промежуточным экзаменом необходимо набрать установленное количество баллов. И ребенок сам регулирует, как и когда наверстать недобор. За первое место в рейтинге класса идет настоящая борьба. Но в том, что эти дети точно знают, чего хотят, сомневаться не приходится. Виталий Епифанцев – ученик 10-го класса. Идеал в науке – Аллен Тьюринг и Альберт Эйнштейн. Нравятся их исследования и идеи по поводу проблем, с которыми они боролись. Личные заслуги – участник Всероссийской олимпиады по математике 2014, участник городской олимпиады по физике 2015. Мечта – стать ученым. Мне, допустим, интерес вызывает получать новые знания. И математика – это для меня процесс творчества. То есть гуманитарии занимаются, художники, поэты – это вот такой вид творчества, гуманитарный. А есть, собственно, технологичный для меня – это математика. И там предел для творчества для меня гораздо больший. И, ну, собственно, поэтому я туда и пошел. А люди, которые не хотят заниматься ничем, дальше идти, но, значит, для творчества они закрыты. А вот так-то устами младенцы глаголят истина? Ну что ж, посмотрим. А пока? Пока ребята уже закончили лабораторки и могут быть свободны, не дожидаясь звонка и без специального разрешения педагога. Потому что в девятом лицее детям принято доверять. И они это доверие оправдывают полностью. Признайтесь, хотя бы раз в день вы задаете себе или окружающим вопрос «Почему?». Ну, задаете же. И молодцы. Это абсолютно естественно для человека. Более того, любознательность – похвальная черта характера. Однако для полноценного диалога нужен тот, кто на вопросы отвечает. И у нас такие люди есть. Итак, смотрим, слушаем и записываем. Есть ли какие-то единые требования к школьной спортивной форме и могут ли отлучить от занятий за несоответствие? Каждая образовательная организация может устанавливать требования к школьной форме. В том числе и к школьной форме относится спортивная форма. Это принимается на каком-то коллегиальном управляющем органе. Образовательная организация. Это могут быть определенные цвета футболки, у параллеля, у класса. Но если такое не принято, то в принципе требований тогда нет. Выгонять занятия, а тем более двойки ставить, за то, что ты пришел не в той форме, в которой должно быть, абсолютно нельзя. Моя дочь третий год учится по развивающей системе Занкова. Но в федеральный перечень это учебники не вошли. Можно ли нам продолжить обучение по этим учебникам в следующем учебном году? В данном случае да. Школы, которые начали обучение по данным учебникам, они вправе закончить обучение по данным предметам именно по этому учебнику. Но практика, которая вообще складывается, конечно, школы заказывают учебники в соответствии с федеральным перечнем и, соответственно, по ним учатся. Но в случае, как и в данном случае, если дети начали изучать предмет по учебникам, которые ранее входили, а сейчас не входят, они имеют право завершить учебную линию. За финале нашей первой программы – история одного красноярского юного физика. Миша Соколов, 10 класс. Однако занят он вопросами отнюдь не школьной программы. Как провести модернизацию существующей системы освещения на базе хотя бы одного класса физики? Может, не дает спать молодому конструктору? Итак, поехали! Этот фонарь имитирует солнечный свет. И когда мы засвечиваем фоторезистор, можно наблюдать изменение яркости свечения прибора. Миша Соколов наукой увлечен не на шутку и не первый год. Вот это плод двухлетней работы – будущая система автономного освещения. Она автоматически реагирует на естественный свет и контролирует уровень искусственного. Идея возникла в рамках проекта «Конструкторское бюро», который реализовывается в нашей школе, еще в восьмом классе. Тогда это была обычная аналоговая схема фотореле. Включить свет – выключить свет. И за два года я уже достиг многого в радиоэлектронике, в программировании благодаря этому проекту. А начинал свой технический путь наш «Конструктор» с популярных в интернете экспериментов, когда из картофеля, лимонов и прочих овощей и фруктов получают электрогенератор. Хиленький, простенький, но электрогенератор. Теперь Миша – обладатель гранта краевого проекта «Территория-2020», а в портфолио накопилось с десяток дипломов разных российских конкурсов. Только в своем техническом решении он использует не лимоны. Сейчас объясним, как работает эта модель. Солнечный свет попадает на фоторезистор. Тот, в свою очередь, передает управляющий сигнал на плату Ардуино, где происходит вычисление уровня освещенности. Далее к этой цепочке подключаются светодиодные лампы. Другими словами, свет зажигается, когда фоторезистор регистрирует минимальное значение естественного освещения. Но уникальность системы в том, что она не просто включает и выключает свет, а еще и регулирует уровень свечения лампы. Уменьшает потребление электроэнергии за счет того, что, во-первых, светодиодное освещение используется, а оно в четыре раза меньше потребляет, чем обычные лампы. И уменьшает нагрузку на зрение за счет регуляции света. Сейчас проект из лабораторных стен выходит в большую жизнь. Осталось только до ювелирной точности довести работу составляющих компонентов и закупить оборудование. Сейчас уже я планирую доработать его и поставить вот в этом кабинете. У нас есть письмо поддержки от директора лицея. И как только я доработаю, мы сможем увидеть эту систему здесь. Благодаря такой модели освещение над каждой партой будет индивидуальным. Миша, к слову, не потомственный физик. Увлечение захватило в школе, когда появилась возможность начать заниматься в конструкторском бюро. Сам проект конструкторского бюро, он существует у нас с пятого класса. То есть детки приходят в этот проект в пятом классе. И здесь они начинают пробовать себя в качестве изобретателя. То есть сначала это изобретение, которое, ну, им нужно просто их повторить, которое уже есть в истории, да, то есть по культурному аналогу. Это может быть простые самые, там, создать колодец, например, да, посмотреть, как работает рычажный механизм. Или, к примеру, собрать электрическую схему своей комнаты, да. Да, затем эти изобретения, они начинают, ну, усложняться. То есть дети придумают что-то такое, что это можно применить в жизни, например, или улучшить их жизнь. В общем, будущее совсем близко, и оно в ваших руках, молодые ученые и конструкторы. Дерзайте! А если в вашем окружении есть такие таланты, или вы сами что-то придумали или создали, звоните нам в редакцию по телефону 233-0403. Мы покажем ваши изобретения всему краю. Да, вот слушаешь наших ребят и диву даешься, насколько же они заинтересованы в своем успешном будущем. По-моему, достойный пример для подражания. Ну и на сегодня у нас все. Подожди, подожди, а как же я? Ну, хорошо, говори. Обязательно следи за нашими выпусками в интернете. Если ты мне друг, ставь лайк. А в следующий раз мы обязательно расскажем о том, почему настольные игры полезны для развития, и устроим какой-нибудь интересный опыт. А сейчас пока-пока и готовься удивляться. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok